Весна на пороге. Вы уже подобрали соответствующую верхнюю одежду. Если нет, тогда сделаем это вместе. Приближается март, а это значит, что пришло время заняться весенним гардеробом. В частности, выбрать верхнюю одежду. Куртка или пальто, что предпочесть, если исполнилось чуть больше 50 лет. Давайте обсудим оба варианта. Весенняя куртка. Зрелым женщинам не запрещается носить куртки. Напротив, если правильно подобрать такую вещь, она впишется в любой гардероб и сделает свою хозяйку визуально на несколько лет моложе. При выборе весенней куртки обратите внимание на следующие нюансы. Материал. Чтобы изделие прослужило долго, надежно защищало от весенних погодных сюрпризов, уделите внимание качеству материала. Отдавайте предпочтение изделиям из ветра и водозащитных тканей, с мембраной, пропиткой. Нужен утеплитель. Если это синтепон, то от 60 до 100. Если силикон, то от 60 до 150. Лучше выбирать, учитывая климат конкретной местности проживания. Возьмете слишком плотное изделие, будет жарко. Цвет. Некоторые женщины считают, что после 50 можно носить одежду только темных тонов, черную, темно, синюю, серую, коричневую. Это не так. Элегантный возраст способны подчеркнуть все оттенки кофейного и бежевого. Придают изюминку яркие тона, синий, зеленый. И даже куртка в красном цвете или принтованная ничуть не испортит вид, а только поднимет настроение. Почтежка. Хотите по цене одной куртки приобрести сразу две вещи в гардероб? Тогда рассмотрите вариант со съемной почтежкой. В этом случае вы сможете надеть куртку в первые теплые деньки. А отстегнув почтежку, продолжите носить как ветровку. Длина. Если вы выбираете куртку на каждый день, то лучше удлиненный вариант. Такая модель удачно комбинируется с брюками, платьями, футляр, прямыми юбками. Оригинально и красиво выглядят кожаные куртки длиной чуть ниже линии талии. Но для офиса они не подходят. Это вариант для прогулки по городу в компании детей или друзей. Размер. Прежде чем приобрести куртку, примерьте ее несколько раз. Внимательно осмотрите себя в зеркале. Модель должна идеально сидеть. Если она кажется снятой с чужого плеча, то откажитесь от покупки. Балаханистые изделия не подходят зрелым женщинам. То же, кстати, касается и пальто. Покружитесь перед зеркалом в куртке, поднимите руки вверх, разведите в стороны. Теперь обнимите себя. Модель достойно выдержала все эксперименты, и в это время вы не ощутили давление на спине, сжимание под руками. Значит, вещи правда по размеру. Аксессуары. Не решились на яркую куртку, но все-таки хочется красок. Тогда освежите модель цветными перчатками, сумочкой, шарфиком. Весеннее пальто. Пальто – универсальная вещь, которая никогда не теряет актуальность и не выходит из моды. Приняв решение приобрести пальто, вы не прогадаете. Но что учесть при выборе этой вещи? Материал. Приглядитесь к моделям из кашемира – шерсти. Речь идет о натуральных тканях. Они долговечны. Конечно, стоимость соответствующая, но оно того стоит. Не ошибитесь. В магазине можно встретить изделия из дешевого кашемира. Ткань приятная на ощупь, но недолговечная. Пальто прослужит не больше одного сезона. На нем быстро появятся катышки. Крой. Модель должна акцентировать внимание на достоинствах и скрывать недостатки фигуры. Чтобы придать силуэту стройность, выбирайте изделия с английским воротником. Хотите казаться немного выше, то рассмотрите вариант полупальто. Длина. Женщинам элегантного возраста подходят модели до колена или до середины икр. Конечно, если выбор не сделан в пользу полупальто – до середины бедра. Но помните, что такая длина совершенно не подходит при пышных бедрах. Пальто сочетается с платьями средней длины, неширокими брюками, джинсами, юбками. Аксессуары. Дополнением к весеннему пальто станут оригинальные шарфики, платки, береты, сумки. Элегантность образу придадут шляпки и перчатки. Пальто сочетается с высокими сапогами и удобными ботиленами. Автор – Елена Белецкая. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться публикацией в соцсетях. Нам будет приятно.